Следующий вопрос. Говорит, если человек, охотник, выстрелил стрелой, или по-современному, что сделал, выстрелил, допустим, из винтовки, так, или послал свою собаку, то есть за добычей, и в это время сам человек, сама винтовка и сама собака, где находились, находились вне территории харама. Смотри. И эта стрела, или эта пуля, или эта собака пролетела через территорию харама и вышла на территорию какой опять? Халяля. То есть, естественно, что пуля не может через весь харам пролететь. Но, допустим, что пролетела по какой-то части харама, так, 10 метров, 20 метров, пролетела и опять вылетела на территорию халяль. И убила животное, которое было на территории разрешенной. Разрешено это или нет, то скажет сразу. Разрешено. Почему? Потому что где находилась пуля, или собака, или стрела, это уже роли в данном вопросе не имеет. Говорит Захаб Ахмаду Абусору Ибнольмунзиру Асхабу Раи, первое мнение в этом вопросе, которого придерживался имам Ахмад Абусор Ибнольмунзир, а также Ханафиты, Иля Анна Улейса Алейшей, то, что в этом случае человек не несет никакого греха, и это животное ему можно употреблять пищу и убивать. И это мнение правильным является в этом вопросе. И передал Абусор от имама Шафии, что в этом случае Алейльджаза, то, что человек должен принести искупительное действие. То есть кто-то может удивиться, что приходят такие удивительные вопросы, которые, может быть, не встречаются на практике, так или нет. Но еще более удивительное, чем это, то, что у улема есть ответы на эти вопросы, то есть от Шафии, от имама Ахмада, от всех приходят мнения в этом вопросе. Это говорит тебе о том, что автор этой книги нашей, шейх Мухаммад Хизам, не сам эти вопросы придумал, но эти все вопросы рассматривались имамами этой общины в первые века. Понятно или нет? Соответственно, мы их рассматриваем также. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос.